Галина Кутумова переехала с семьей из пригорода в Самару несколько лет назад. Говорит, всегда хотела жить в большом городе, но на новую квартиру не хватало средств. Пока приходилось оплачивать съемное жилье и одновременно копить на первоначальный взнос по ипотеке. Изначально мы хотели брать вторичку, так как дешевле. А когда ипотека снизилась под 6,5%, мы решили взять в новостройках. Все-таки новая квартира и жить неприятнее. Но пока нас останавливает только первоначальный взнос. Теперь мечта о покупке квартиры может осуществиться быстрее. Правительство снизило взнос по ипотеке с 20 до 15%. По мнению экспертов, благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить более 300 тысяч российских семей. Льготная программа рассчитана до 1 ноября этого года. Когда домохозяйство или гражданин принимает решение о том, взять ипотеку или нет, купить квартиру в кредит или нет, он всегда смотрит на объем своих накоплений. Хватает ли ему средств для того, чтобы нести первоначальный взнос. Потому что 1,5% автоимости жилья – это действительно достаточно крупная сумма. В банках снижение первоначального взноса тоже рады и не видят для себя дополнительных рисков. В любом случае кредитные учреждения проводят анализ платежеспособности потенциальных клиентов. И разница в 5% не играет роли при определении добросовестности заемщика. Человек, который решился приобрести объект недвижимости в ипотеку, он, как правило, осознанно идет на эти вещи, понимая, каким образом он будет этот кредит гасить, за счет каких средств и так далее. Потому что на чаше весов стоит собственное жилье. Многие граждане сегодня рассматривают покупку недвижимости еще и как способ сбережения собственных средств. А государство всячески стимулирует строительный рынок, в том числе доступный ипотекой, поскольку у застройщиков остро стоит вопрос привлечения денег. Невооруженным глазом уже видно, что покупательная способность населения снизилась очень здорово, очень резко. Финансовые возможности людей стали ограниченными. Это связано и с потерей работы многими людьми, это связано и с сокращением доходов, это связано и с нестабильностью ситуации. Поэтому рынок недвижимости сейчас по всем канонам должен был бы встать. Но мы наблюдаем вполне себе устойчивый спрос сейчас и на рынке жилья, и на рынке коммерческой недвижимости. Потенциальные инвесторы в данный период времени стараются конвертировать все свои накопленные средства, ранее накопленные средства в квадратные метры, потому что недвижимость была и есть, остается такой тихой гаванью для финансов. Если уж не заработаем, то хотя бы сохраним. При этом эксперты напоминают, ипотека – это долгосрочный кредит, рассчитанный иногда на десятки лет, и чем меньше вносится первоначальный взнос, тем больше придется затем переплачивать по процентам. Эта программа снижения первоначального взноса все-таки будет увеличивать срок ипотечных кредитов с одной стороны и увеличивать же опять размер ежемесячного ипотечного платежа. Вот этот момент, который требует серьезного осмысления. Не нужно воспринимать ипотеку как некий дешевый денежный ресурс, который взял и все забыл о нем. Кредит нужно обслуживать, и обслуживать свое время. При этом банки очень часто не делают никаких поправок. Кризис, не кризис, пандемия, не пандемия, ежемесячный платеж нужно платить. Прежде чем вступать в кредитные отношения, аналитики советуют тщательно спланировать стратегию оплаты и убедиться в стабильности собственных доходов. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.